Друзья, это еще один хостел, но я вижу, что это состояние... Это дом. Это дом, это не хостел, это дом, и мы сейчас снимем, что там внутри, и, наверное, даже... Я думаю, да. Часть утра я как-то хожу на работе. Больше хорошо, да. Понятно. Мы едем на жилье, пообщаемся с людьми, посмотрим, как живут наши люди. Я думаю, это будет всем интересно, чтобы все понимали, что снимаются не пятизвездочные отели, не хостелы, а это стандартные условия наши. Понял. Все, едем. Это центр Милавы, да, считай? Красивый город. Правда, здесь нет Макдональдса, Старбакса. Макдональдса нет. Ничего нет. Кстати, я обращал внимание... Не, ну тут очень классные кафешки, тут хорошие цены. Рестораны классные. Я тут люблю заходить в одно кафешко, ресторан, тут тоже такие классные цены. Ребята, это Нигданск, это очень крутой город тем, что можно реально... Поездить и покушать вкусно, дешево. Кафешки прелестные цены на кофе. Как далеко находится жилье от завода? Пять километров. Четыре с половиной, пять. Я знаю, что здесь какие-то особенности доставки, да, то есть хозяин довозит до предприятия? У хозяина есть вуз, он их довозит на шесть утра, в 18.00 забирает. Естественно, эта смена, которая заканчивает в 18.00. Садятся в вуз, возвращаются домой. Если кто-то хочет поехать в супермаркет, в большой супергипермаркет, то как? То он довозит или что? Нет, можно местными автобусами доехать. Либо же уже поговорить с хозяином. В принципе, все люди лояльные, в случае чего можно тоже попросить доехать. Понял, это частный дом, да, куда мы сейчас едим? Это частный дом. Сейчас посмотрим, как это все выглядит. Друзья, это еще один хостел, но я вижу, что состояние... Это дом. Это дом, это не хостел, это дом. И мы сейчас снимем, что там внутри и, наверное, даже сделаем приют, да? Я думаю, да. Я думаю, люди все-таки пару слов нам уделят, скажут, минутку уделят. Это здорово. Это здорово. Друзья, идем. Это прихожая. Так все это красиво выглядит. Здесь ребята разуваются и заходят в дом. Так, это душ. Очень все красиво. Хороший ремонт. На кухню можем пройти. Так, кухня. Тут два этажа. Живут на верхнем и нижнем этаже. Комната в основном 3-4 места. Кухня, холодильник, газовая плита, газ привозной. Пожалуйста, а чем вы занимаетесь на рабочем месте? Что вы делаете? Что вы делаете? Провираю проводки, которые идут уже на качество, которое должно светиться. Я включаю свет. Если оно не засветилось, значит, кабелек не работает. Во сколько вы приходите на работу? С 6 утра я прихожу на работу и в 18.00 я заканчиваю. А у вас бывают ночные смены? Или график? Бывают. Бывают. То есть с 18 и до 6 утра. Человек получает график, он одну неделю стабильно работает с 6 до 18.00. На следующей неделе может получить график, допустим, с 18.00 до 6 утра. Но это стабильно. То есть если в понедельник, в пятницу мы получаем графики, на следующую неделю. И высылаем группу, людям видят. Также это на стенды, вывески. И плюс еще мы с Оксаной, у нас есть группа для людей, к которым мы высылаем общую информацию. Понял. Вы говорите по-польски? Ну, разумею, что молят мне. У вас есть на предприятии куратор, который помогает вам? Лидер. Лидер, с которым вы общаетесь, который переводит. Украинец. Ну, у нас украинец есть, есть поляки, лидеры, но я их разумею, что они не могут. Понял. Мы, кстати, сегодня снимали большую столовую. Как там вообще вкусно готовят? Там не готовят дело, потому что люди с собой приносят. Мы с собой приносят. Да, там никто... Мы все с собой приносим. На предприятии кушать, там такой, как столовая, нет только. Вот каждый приносит свое, есть микробомог, и можно разогреть. И, в принципе, хорошо. Горячая вода есть, кофе с собой, автомат стоит, кофе 60 грош в стаканчике. Вот, мне всегда интересует... Это самые дешевлее кофе, которые мы в Польше брали. Всегда интересует такой вопрос. Можно, допустим, устроиться на работу, да? Прийти туда, и, допустим, смотришь, никого нет, и пошел куда-нибудь спрятался, и там поспал. Нет, так нельзя. То есть, там контроль. Нет, там контроль. Но в Украине я же работаю. Так. Понял. И ты сам хочешь работать, потому что, если тебя уволят, то уже работы не будет. Я понял. О ценах на продукты сколько? Дешевле, чем в Украине. А где вы обычно покупаете продукты? В Бедренке. Достаточно известный такой супермаркет, Бедренка по всей Польше. Поляки его очень любят, и, в принципе, иностранцы тоже. Мы, кстати, делали обзор. Это было летом. Из города Щеценик. Можете посмотреть, у нас там это все можно увидеть. Цены очень дешевые. Да. Сколько выходит в месяц у вас на продукты? Ну, если я с мужем вместе, то злотых 300-400 у меня выходит в месяц. Ребят, с 300-400 злотых, это меньше 100 евро. И постоянно мясо у нас есть, постоянно, на утро, на обед и на ужин. Вы здесь живете, у вас отдельная комната? Так. Ну, я бы хотела отметить сразу, что не у всех отдельные комнаты, потому что, честно говоря, очень тяжело для семейной пары выделить отдельную комнату. В основном у нас живут семейные пары, по две семейные пары. Да, это в основном. Бывает такое, что можем выделить комнату для одной семейной пары, но, честно говоря, это редкость. Люди должны тоже, конечно, понимать, что у всех есть стандарты и условия. Отдельно в женские стараемся комнаты, отдельно в мужские. Здесь жили бесплатно или... Люди плачут за коммунальные услуги 150 злотых в месяц. Если человек проживает меньше месяца, 5 злотых в день высчитываем. Также у фирмы Grammy Personal есть такая возможность компенсировать. Если человек снимает свое жилье, 300 злотых в месяц мы компенсируем при условии, что человек отрабатывает 200 часов. То есть, если он меньше месяца отрабатывает, мы это перерассчитываем и платим столько, сколько, ну, согласно коэффициенту. Максимум это 300 злотых. Это, в принципе, мы посчитали, что это нормальная сумма для того, чтобы снять свое жилье и чувствовать себя комфортно, нормально и не уходить в минус. Понял. У вас выходные есть? Конечно. А куда здесь можно пойти на выходные? В принципе, культезер, пруды, кино. Поехали? У нас в лес тут, а у нас природа. Понял, понял. Ну, а так куда-нибудь там развлечься, кинотеатр, что-нибудь. Ну, это, кстати, тоже важный момент. Можно там работать, работать и заработать. Нужно же где-то отдыхать. Полтора часа и уже, да? Иди, иди. Понял. Есть автобусы, которые... У нас это жилье находится немножко дальше, оно находится немножко дальше с окраином лавы. Это город, в котором люди работают. Можно доехать транспортом, но, к сожалению, в лаве нет такого, что ездят каждые 5 минут автобусы. Автобусы ездят несколько раз в день. Также можно, в принципе, поговорить с хозяином, так как хозяин довозит до работы, обратно, попросить, может, где-то как-то выехать. Выехать возможность есть, можно пешком, можно автобусом. Ну, у каждого свои предпочтения. Понял. У вас же все застраховано? В смысле? Здоровье. Здоровье, да. Есть страховка от работодателя. Когда-нибудь что-нибудь делали в клинике по страховке? Нет. Слава Богу, еще не приходилось. Просто, например, я брал интервью в Швеции у работодателей, у ребят, которые там работают. Так там в страховку входят зубы. И все сразу на выходные будут оббеливать себе зубы. Тут в страховку входит снятие камней. Это страховка государственная, которую от нас могут люди получить. Пойти, снять камни и кариес. Все остальное, зубы, к сожалению, в Польше, это минимум 130 злотых. 130 злотых – это пломба. Вот 100-130 злотых – это просто пломба зуба. Ну, мы все тут работаем, да. Давайте я перейду сразу. 130 злотых – это 30 с чем-то не продавлено. Примерно, да. Примерно. Кстати, встретили еще ребят, как раз из магазина. А что за магазин? Откуда идете? Берем, какао-пай. Понял. Вы работаете здесь на предприятии? Ну, да. Сколько по времени в Польше находитесь? По времени всего месяца два-три. Работаете на LG? Нет, до этого работал Андром, если на LG, работаю всего месяца. Понял. Как вообще вам в Польше? Как? Нравится? Нет, в Польше хорошо, да. Понятно. Лучше будет, чем у нас. Понятно. Откуда приехали? Я сколько с Ажиники. Понятно. Ну, вот так вот, видите, Яна, получилось как раз. Мы ловим людей тут в проходе. Спасибо большое. Спасибо большое. Понравилось видео? Хотите знать о переезде за границу больше? Кликните на колокольчик в правом нижнем углу. Кликните на колокольчик в правом нижнем углу.